Добрый день! Мы продолжаем знакомить вас с участниками межрегионального инвестиционного форума «Энергия Дальнего Востока». Сегодня стартует работа очередных отраслевых площадок. И по этому поводу с нами прямо сейчас Сергей Викторович Щегельский, директор агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края. Доброе утро! Здравствуйте всем! Очень рады! Сергей Викторович, завершился вчера первый день форума. Каковы ваши ощущения, итоги работы, к чему пришли? Спасибо, да, этот вопрос, в принципе, очень интересный. Сейчас он многих интересует. Ковид, начиная реализовывать этот форум, мы сами не ожидали, насколько вызовет наша декларация такой ажиотаж и такой интерес к Хабаровскому краю. К сожалению, ковид внес коррективы, ощутимые коррективы, состав, список и численность участников. Но, судя по тому, что наша регистрация произошла все ожидания, то есть у нас зарегистрированных пользователей порядка 700, более 700 человек и участников, в онлайн формате 300 участников, около 300 участников, в очном участии, а в онлайн у нас более 400-500 участников происходит. Ажиотаж огромный, интерес огромный, много подключений из центрального федерального округа. То есть, в принципе, форумом мы прогремели, наверное, на всю Россию. Чего ждете от сегодняшнего, второго дня? Опять же, открываются отраслевые площадки, будет какое-то завершение, насколько я понимаю, подведение итогов, будут конкретные решения, вот чего бы вам хотелось? Конечно, в рамках форума мы проводим отраслевые столы, их всего 9. Интерес к этим столам был проявлен и сейчас, в принципе, абсолютно такой вот в активном режиме. Мы даже не можем разместить и подключить, обеспечить полностью, так сказать, всех желающих. Поднимаются очень острые вопросы, дискуссии идут такие, что приходится говорить, что все, заканчиваем стол, выходим на кофе-брейк. Люди не хотят останавливаться. Значит, итогами этого форума для нас является подписание очень интересных, важных и стратегических соглашений с возможными будущими потенциальными инвесторами, которые хотят работать в крае, которые хотят присутствовать в нашем крае и работать на общее пользу, на общее дело развития нашей страны. Ну вот буквально у нас с вами за стенкой сейчас произойдет дискуссия на тему ГЧП, государственно-частное партнерство. Это форма привлечения бизнеса к инвестиционным проектам. Вот ваше мнение, насколько сейчас бизнес после того, что мы пережили за последние полтора года, готов к тому, чтобы вкладываться в развитие инфраструктуры, в улучшение нашей жизни? Вот ваше мнение. Здесь, конечно, вот эта вот коллаборация агентства и органов исполнительной власти нашей, перезагрузка, выход на совершенно новый уровень общения, восприятия и работы с инвестором, проявляет колоссальный интерес. Я скажу больше. Один из наших инвесторов, который присутствует на нашем форуме, вчера уже передал Министерству здравоохранения соглашение на 481 страницу в формате именно государства частного патриотства по строительству и созданию медицинского центра, репутационного центра. Поэтому ГЧП жить, ГЧП быть, ГЧП – это интересно для инвестора и для государства прежде всего. За счет каких еще инструментов вовлечения инвесторов в работу края возможно улучшить нашу с вами жизнь? Сейчас много можно пересчитать. Основные, наверное, это ТОР и СПВ. Это масштабные приоритетные проекты, это флагманские проекты, задекларированные в Рио губернатора, которые стоят у него на особом контроле. Хотя Михаил Владимирович никогда руку не снимает с пульса и владеет всей информацией, что касается инвестиционной деятельности в крае. Но это приоритетные проекты, которые очень важны для жителей непосредственно края. Поэтому, да, наверное, это ГЧП, это консессия, это ТОР и СПВ. Это приоритетные, масштабные и флагманские проекты. А вот такие форумы, как у нас сейчас с вами в городе происходят, насколько это вообще эффективный инструмент улучшения инвест-климата? Да, знаете, я тоже думал об этом, почему назвали, допустим, энергией Дальнего Востока. Хотя были такие заявки, что деньги, инвестиции любят тишину, спокойствие. Но та энергия, которая сейчас передается, мне кажется, всему нашему краю, и тот посыл, который определен нашим новым правительством и федеральному центру, и всем, это прежде всего энергия. Это положительная, позитивная, качественная деловая энергия. Поэтому мы с радостью этот форум окрестили «Энергия Дальнего Востока». И мы хотим нашу энергию, Дальневосточную энергию, передать всем субъектам Российской Федерации. Хабаровский край открыт, Хабаровский край ждет, Хабаровский край глубоко отнесется к любому интересному, хорошему проекту. Спасибо большое. Отпускаем вас на работу на площадках. Ну и говорят, инвестиции – это все-таки дело такое временное. То, что происходит сейчас, будет эффект иметь через какое-то время. Ждем хороших результатов. Благодарю вас. Спасибо вам за вашу профессиональную работу. До свидания. Продолжение следует...